В Керченском проливе тем временем продолжается строительство моста в Крым. На неделе была начата сборка сводов арок. Зачем они нужны? И какие технологии позволят мосту стать одним из самых надёжных в мире? В нашем сюжете. Арки Керченского моста наполовину уже собраны. Нижние части или затяжки, как их называют профессионалы, готовы. Следующий этап — возведение сводов над ними. На сборку двух колоссальных арочных пролётов, железнодорожного и автомобильного, по плану отведён ровно год. Прошлым летом мы приступили к монтажу первых блоков арочного пролётного строения. И текущим летом нам предстоит перевести, сплавить и поднять с последующим монтажом на фарваторные опоры нашу конструкцию. Арки будут установлены между островом Тузла и Керчью в западной части моста. Операция уникальная. В месте сооружения весят 10 тонн. Таких массивных пролётов в морских условиях ещё никто и никогда не устанавливал. Сами арки нужны для того, чтобы обеспечить морскую навигацию. Именно под ними будут проходить суда из Азовского в Чёрное море и обратно. Пролёты будут подняты на 35 метров от поверхности воды и ещё на 42 метра будут уходить в небо. Специалисты подсчитали, что порывы ветра на таких высотах могут достигать 40 метров в секунду. Чтобы было понятно, это вот так. Такой шквал может уничтожить даже тяжёлые капитальные строения. Например, вот это видео было снято в 1940 году в американском городе Такома. Последние минуты существования моста через реку Такома-Нерроус. Ветер раскачивает многотонную конструкцию. В какой-то момент мост рвётся, словно бумажный. Чтобы избежать проблем, связанных с воздушными потоками, в конструкции моста через Керченский пролив предусмотрены специальные обтекатели по фасаду арочных пролётов. Их форма и размеры рассчитаны таким образом, чтобы минимизировать колебания. Некоторую аналогию можно провести с крылом самолёта. То есть мы создали обтекаемую конструкцию нижней части арки, которая позволит нормативно эксплуатировать пролётное строение. Внимание строители уделяют и ледовой защите. Известно, что первый мост через Керченский пролив, построенный на скорую руку ещё во время Великой Отечественной войны, был разрушен как раз ледоходом. При возведении нового моста это учли. В специальной лаборатории были проведены испытания прочности свай с расчётом, чтобы они могли противостоять даже льдинам толщиной 70 сантиметров. Хотя таких в проливе вообще никогда не появлялось. Задача именно ледового бассейна проверить ту максимальную нагрузку, которая, возможно, случится один раз в сто лет, но может привести к критическим последствиям. Поэтому любое сооружение, оно проектируется с учётом именно воздействия каких-то критических нагрузок на объект. Строители подчёркивают, что все, даже самые сложные работы, ведутся строго по графику. Первые автомобили по Керченскому мосту проедут уже в конце 2018 года. Железнодорожное сообщение будет запущено в 2019-м.